Панечевский Причем такой интересный розыгрыш штрафного получился Откатили мяч под удар Панечевскому Который, как показалось, даже отвернулся в один момент от мяча И как-то нехоть обробил Но, тем не менее, мяч получился... Точнее, удар получился очень сильным, плотным И без каких-либо шансов для Артема Лиховича Которому, естественно, никаких претензий в данном случае предъявить нельзя Армейец в атаке Панечевский снова с мячом Передача Техиселева 1-1 2-0 И снова капитан ведет за собой Панечевский делает дубль в нашем поединке Отдавал передачу на Техиселева Передача не дошла до Даниила На мяч отскочил обратно к Арсению И тот сделал дубль 2-0 Доробится, естественно, Лихович Но вперед не выбивает, а предпочитает разыграть с партнером Ну а зенитовцы здесь не мудрство и лукаво Уже правый защитник команды Мяч к нему прилетел И он туда его обратно вернул Лучше пусть армейцы вбрасывают аут рядом со своей штрафной Что, естественно, чревато ошибками Панечевский 1-1 3-0 Но герой матч сегодня, конечно, Арсений Красавец Мяч отобрал И в серьезной борьбе с защитником Проткнул его мимо Артема Лихович 4-0 Зенит повел Прерывают атаки Зародыши практически прерывают атаки ЦСКА Сегодня зенитовцы Удар! Лихович И здесь что? Предлагает подниматься А на подборе первым зенитовец Пока смотрели все армейцы И я в том числе на арбитра Что он покажет Был пенальти или нет Быстрее всех сориентировался Девятый номер зенита Марк Попков Который просто мяч проткнул Пока все с разинутыми мертами стояли И на добивании сработал 4-0 Сейчас пока, видите Вот у кого-то два матча У кого-то ноль Но, тем не менее В виртуальной промежуточной турнирной таблице группы B Именно зенит является лидером с четырьмя очками Ну и многое будет зависеть, конечно, сегодня от матча Чертанова-Динамо-Минск Там чертановцам тоже надо будет разницу набивать Матч завершен 4-0 Зенит выиграл у ЦСКА В рамках второго игрового дня Кубка Колыванова Никуда не переключайтесь Мы попытаемся сейчас поговорить С Арсением Паничевским Он вроде бы выздоровел Ну, по крайней мере, сейчас в центре поля находится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова